Ребята, всем привет! Новый влог, новый день. Я сегодня уже снимала кое-какую часть этого влога, как я крашусь. Просто не хотела начинать влог, где без косметики. И попозже вы посмотрите, как я делаю этот макияж. Ну, в принципе, свой обычный повседневный макияж. Показала кое-какие продукты, которые новые у меня появились. Вот, потом укладку еще делала. Ну, короче, болтала. Много чего интересного вас ждет сегодня. Кстати, ребят, хочу вам показать свою коллекцию ароматов. Но прежде чем покажу коллекцию, хотела бы сказать о том, что я в шоке. Мне кажется, сейчас гуляет то ли какой-то вирус, то ли фиг знает что, но просто болеют поголовно все. У меня в семье только брат болеет, у Славы брат болел вот только недавно, бабушка у меня болела, братья младшие болели. Это, конечно, не дело, совсем нехорошо, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что сейчас такое время, когда проще всего заболеть. Особенно кашель, тем более сейчас зимой, особо много усилий каких-то прилагать не нужно, просто подышать на морозе и все. И я хотела посоветовать вам главного помощника, ну, в нашей семье точно, на избавление от кашля при ОРВИ. Если вы начнете принимать стадаль в первые дни заболевания, то в течение недели можно выздороветь в 97% случаев. Нашим всем помогло скорее встать на ноги. И еще понравилось, что стадаль можно принимать за другими лекарствами и витаминами. В общем, конфликта не будет. Ну и последнее, это европейское производство. Так что не болейте и следите за своим здоровьем. И как я вам обещала, сейчас я вам расскажу про свои ароматики, которых у меня полны-полно. Хотя наверняка есть человек, у которого еще больше, я в этом не сомневаюсь. Потому что, конечно, у меня много всего, но у меня много всего потому, что я блогер, и мне многое дарили, разумеется. Но также есть ароматы, которые я сама покупала и годами, причем покупала, потому что они были моими любимыми. У меня, кстати, часто спрашивают, что мне нравится, что не нравится, какие мои любимые ароматы. Поэтому сегодня именно тот самый день, когда вы узнаете. Так что сейчас поставлю камеру и буду вам показывать. Итак, у меня есть две вот такие коробки с духами, с разными ароматами, которые стоят здесь, пыхтятся, бедные пылятся. Не знают, что же с ними такое будет, что же им делать. У меня есть полностью полные, есть вообще закрытые. И я вот просто вспоминаю, как раз я сегодня снимала вам влог, ну это будет попозже, как я и сказала, где я крашусь и рассказывала о том, как я выбирала крем и как мне, ну, настаивали, чтобы я взяла именно этот крем, а не какой-то другой. Меня это немножко насторожило и мне еще начали втюхивать духи, аромат. Я говорю, нет, нет, спасибо. На самом деле просто хотела сказать, что больше всего меня раздражает. Когда ты приходишь в магазин, ну, косметики, например, да, тебе обязательно что-то пытаются втюхать. Не знаю, типа, вот, обязательно возьмите. Я говорю, нет, нет, у меня это много. Но такие ароматы просто возьмите. И я вдруг вспомнила, что у меня действительно настолько большая коллекция ароматов, духов, парфюмов, да, что просто реально не знаешь, что с этим делать. Есть у меня такой вот о том форт. И я вам даже не смогу рассказать про каждый, типа, как я его люблю, кто чем пахнет, да. Ну, приятно, конечно, но как будто не совсем мое. Есть вот такой вот герлинг, кстати, по-моему, очень они классные. И, да, они прикольные, но у них есть другие ароматики, которые мне как-то больше нравились. Это была у них такая линейка, что-то с пчелами связанная. Мы ходили на мероприятия, и там как раз все это мероприятие было о защите пчел, потому что они очень-очень важны для нашей планеты. Вот, есть вот такой вот ароматик от Джомалон. Фиг какой-то, фиг and lotus flower. Вот. Вкусный, кстати. Кстати, очень классный аромат. Вообще, Джомалон очень крутые. Прям очень крутые, хотя у меня ни разу не было такого, что я... Ну, вот есть какой-то фаворит прям ароматов Джомалон. Мне кажется, я ни разу в жизни вот так вот долго не использовала весь флакончик духов Джомалон. Ну, например, у Славы есть любимые. Джомалон просто обалденный аромат. И вот этот тоже очень вкусный. В общем, сегодня я вам покажу те, которые я прям оба... Ну, я покажу все, что у меня есть. Вот по этим видно, что я ими пользовалась. Мисс Диор. Ну да, они классные. Вот я как-то такие ароматы больше люблю, если честно. Джомалон прикольные, но они как будто бы для меня немножко... Ну, короче, не знаю. Я люблю такие ароматы, которые я как будто с детства знаю. Вот мне кажется, вот этот я с детства знаю аромат. Самый мой первый любимый аромат был, которым я пользовалась на протяжении... Я даже не знаю, сколько вообще лет. Это просто какой-то кошмар. Я им пользовалась, наверное, реально лет... Не знаю, 6-7. Очень долго. Это аромат Lancome. La Veste Belle. Как-то так правильно называется. Ну, может, неправильно сказала. Я его просто жутко обожала. Это был самый мой любимый аромат. А потом, я не знаю, вы не поверите, что произошло, я не знаю. Он меня начал вонять. Жутко вонять. Причем это произошло уже много лет назад. Он мне начал невкусным быть. Я его начала ощущать на себе. Да так, что мне прям просто было противно. Я не знаю, что случилось. Мне даже на какой-то момент показалось, что, может быть, мне продали какую-то паленку. Но... Да вроде нет. Я всегда покупала, ну, в нормальных магазинах. Не где-то там в переходе. Ну, в общем, я удивилась. Но вот этот аромат я просто обожала. Я не знаю, сколько их сменило этих флакончиков. И вот последний, который я когда-то покупала, вот на таком моменте он застыл. И я думаю, что это было тоже очень много лет назад. Вот у меня есть еще такой аромат, который вообще закрыт. И на самом деле это хорошо, потому что я всем не успеваю попользоваться абсолютно. И это хотя бы я смогу все что кому-то подарить. Вот эти мои любимые были тоже долгое время. Да, хотя сейчас мне пахнет вообще как-то по-другому, как будто бы нелюбимые. Но вкусы меняются. Но на самом деле я удивлена, потому что вот этот аромат, он реально был очень долго в топе в моем сердечке. А с возрастом как-то как будто бы с каждым годом у тебя вкусы чаще меняются, чем в детстве, в каком-то подростковом возрасте. Потому что вот это чисто мой подростковый возраст. Причем этот аромат не такой, как знаете, не то, что там дешевый какой-то. Это такой аромат, которым и взрослые женщины пользуются, и девушки. Но он... Короче, я даже не могу его описать, потому что вот этот у меня совсем плохо получается описать аромат. Просто клатный, да? Вот этот я тоже безумно любила. Джованши долго им пользовалась. Но сейчас что-то как-то не знаю. Ну не, он как бы прикольный, но все равно что-то как-то... Все равно как будто, не знаю, уже прошел этапы любви к этому аромату. Вот тоже такой отжималон. И сейчас я так и не поняла. Они вроде все у них типа унисекс. Но есть вероятность, что те, которые черные, они мужские. Ну, по-моему... Просто написано одеколон. Из этого я делаю вывод, что одеколон, это же мужчина, типа. Хотя здесь, по-моему, тоже одеколон написано на беленьких. Да, тоже одеколон. Хотя... Ну это прям мужской. То есть я бы таким не стала пользоваться, ну как для девочки. Это прям мужской совсем. Это, по-моему, тоже мужской. Причем самое интересное, у них есть сроки годности. Все, смотри, вот этот до 23-го года. До 06-го месяца, да. То мне тогда интересно, до какого года вот этот. Потому что мне кажется, он уже все. Жалко, конечно, что не пишет срок. Но, наверное, подразумевалось, что он у них закончится раньше. Вот этот, по-моему, тоже мужской. Ну, по-моему, прям видно, что он мужской. Да? Или нет? Что-то Black... Ванила. Вот из тех ароматов, которыми я сейчас пользуюсь, которые мне нравятся, это булгари вот такой. Хотя он достаточно такой палитерный. Я бы даже сказала, не знаю даже, почему он мне нравится. Потому что так же мне безумно нравится. И просто моя любовь, которая уже, мне кажется, скоро закончится. Это вот такой вот от Estée Lauder. Короче, вот этот булгари мне нравится. И к нему еще был подарок. Такая вот миниатюрка. Но это, это не аромат. Это, по-моему, какой-то... Как-то называется, что он якобы добавляет, как-то усиляет аромат. Запах какой-то появляется. Необычный. Но пахнет странно. Вот это моя любовь. Прямо очень хороший, классный такой, недешевый аромат. То есть, ну, я не знаю, плохо описываю, как я уже вам сказала. Но он реально клевый. Так, дальше здесь остается мужской, который практически закончился. Вообще тут ничего нет. Это, как вы могли догадаться, Слава пользовалась таким ароматом. Могу также девочкам сказать, которые думают, какой бы аромат подарить мужчине своему. Вот этот очень хороший аромат тоже. Видите, он его прям вообще там капелька, мне кажется, на один брызг. Осталось очень хороший, классный аромат. Мне безумно нравилось его ощущать за своим мужчинем. Также мой один из самых реально любимых ароматов сейчас. И уже достаточно долго. Это Chanel. Вот такой вот розовенький. Они там разные есть. Есть зелененький, там еще какие-то. А вот такой вот розовенький. Вот он прям очень классный. Именно, вот видите, тут розовым написано. И на большом флакончике тоже он розовый будет. То есть будет понятно. Вот. А это просто такая миниатюрка классная. Они меняются. Я их уже много поменяла. У меня есть еще там на столе, где я крашусь, стоит еще одна такая же, где побольше. Короче, люблю. Нравится мне тоже. Вот это мы были на мероприятии и подарили такой вот аромат. Но, честно, я его не поняла. Он, по-моему, тоже какой-то унисекс. Какой-то он там тропический, необычненький. Да, он прям пахнет, знаете, как будто бы я в лесу взяла косу и отрезала траву. И вот то, что выделяется из травы какой-то. Короче, не знаю, странно очень. Как будто бы... Вот, реально, как будто бы я в поле, на даче, в детстве. Ну, вообще, там было мероприятие, и он такой был весь типа тропический, в тропиках. В принципе, это похоже. Но, честно, аромат очень странный. Очень странный аромат. Поэтому мы как бы им особо не пользуемся. Следующий аромат, который тоже я безумно любила в своей жизни, это вот такой Versace Bright Crystal. Я думаю, что многие тоже знают такой аромат. Он был тогда божественный. Мне кажется, он уже стух. Тут что-то какое-то всё странное. Наверное, это всё мне вообще дело выкинуть, а не нюхать, как я сейчас сделаю. Потому что я боюсь, что мне даже плохо станет. Потому что я тут нанюхалась каких-то просроченных ароматов. Ну, короче. Я его безумно обожала раньше тоже. Просто с ума по нему сходила. Я думаю, что видно тоже, что я им пользовалась активно. Но, к сожалению, уже давно он не в моём сердечке. Также у меня от Булгари есть вот такая штучка тоже. Но я не помню, почему я им не стала как-то активно пользоваться. Но он точно должен быть не тухлый. Ну, короче, какой-то резкий, что ли. Не знаю. Вот тот прям такой прикольненький. Вот этот мне как-то больше нравится. Батями. Вот так это называется. Вот этот такой прикольненький. Прям такой свеженький. Немножко сладенький. Ну, классненький. А этот какой-то немножко такой, не знаю, как будто кремом каким-то пахнет. Ну, странно. Ну, опять же-таки на любителя, понятное дело, у всех же разное. Вот этот ещё я безумно любила. Гуччи. Флора. Ну, короче, как вы видите, у меня были прям такие любимые ароматы, которыми я так вот активно пользовалась. У меня их очень много реально. И это я ещё с учётом того, что многое дарила, отдавала. Потому что я, ну, это не успеваю пользоваться просто. Блин, я даже боюсь нюхать, потому что реально там небось просрочено уже. Зачем я это всё храню? Такое даже никому не подаришь. Так, вот от Герлены ещё там был целый большой такой подарочный набор. Я ещё раз дарила таких вот, ну, полностью, короче, неоткрытых ароматиков. Вот это, это чисто арбуз. Вот это прям арбузик. Очень классный аромат тоже. Ну, вот если любите арбузик, то это вот прям вообще. Прям арбузик-арбузик такой. Ну, хороший, кстати, приятный аромат такой. Потом у меня был такой любимый от Булгари. Вот таким я особо не пользовалась. Тоже, по-моему, дарили, подарочек такой был. Но вот этим прям я активно пользовалась. Тут, конечно, такая странная эта. А, вот там же просто нажать надо. Странная, конечно, здесь упаковка. Такая необычная. Вот интересно. Не вспоминаю, как что-то, чем я активно пользовалась. Вот это тоже был мой любимый аромат. Причём это точно не первый мой флакончик. У меня вот таких было два. Это Диор. Такой вот аромат от Кензо. Я им как-то так и не попользовалась особо. Ну, короче, наверное, это не совсем мой аромат. Вот, поэтому ничего про него сказать не могу. Ещё был вот такой вот у меня Жадор большой. Вот, и потом появилась такая миниатюрочка тоже очень классный. Ну, это прям вообще такое, мне кажется, на века такая классика. У кого-то, я думаю, мамы таким пользуются, у кого-то даже бабушки. Такой очень хороший, приятный аромат. Так, из того, что сейчас у меня здесь, не считая миниатюрок, которые у меня там наверху ещё стоят, это всё. Последнее, что у меня здесь есть, это вот такой аромат от Живанши. У них был такой более розовый. То есть этот более оранжевый, и вот тот, который был более розовый, я его вообще просто обожала. А этот не обожала. Этот был совсем другой. Поэтому он и выглядит таким полным. Но он тоже, кстати, очень вкусненький. Сейчас я попробовала, так что можете взять на вооружение. В общем, много всякого, и нужно это разобрать, почистить. Но сейчас я, конечно, не хочу этим заниматься, поэтому сейчас я это просто всё засуну обратно. Также у нас в коридоре стоят какие-то ароматы. Но в основном там стоят славины, потому что свои любимые я вам уже показала. Которыми я сейчас пользуюсь. Ну вот он, один из них. А вообще мне нужно, конечно, провести здесь уборку. Потому что точно что-то из этого можно смело куда-то деть. Короче, это всегда большая проблема, потому что есть такие ароматы, которые жалко выкинуть. Но их подарить не подаришь, потому что они уже начатые, например. Ну ещё ладно маме, например, отдать, да? Но кому-то другому ты не подаришь, точно. Ну поэтому как бы это немножко странно. И в итоге ты их хранишь, и они тебе тут стоят, и никакого толка в них нет. И просто протухают со временем. Та-дам! Ребята! Почему я не при параде и вообще, что у меня за хрень на голове? В общем, всё очень просто. Сегодня 28 ноября, понедельник. Проснулась я очень поздно. Легла я тоже, потому что я играла в Sims. Уже второй день играла в Sims. У меня такое настроение, если честно, вообще ничего не хочется. Не хочется гулять где-то, выходить, потому что холодно, зима. Хочется дома кайфовать, чилить. Мне хочется уже, знаете, вот этих вот новогодних праздников, до которых ещё всё-таки надо подождать. И сейчас, получается, ровно месяц до моего дня рождения. Я всё ещё в раздумьях, отмечать, не отмечать. Ну, в любом случае, буду как-то отмечать. Но вопрос в том, пойдём мы куда-то в ресторан с семьёй посидим узким таким кругом, либо дома вообще будем отмечать. Поэтому пока что думаю только об этом. Ну, в смысле, можно сказать, даже не думаю, потому что ничего не делаю для того, чтобы как-то уже разобраться, решить. А если я хочу отмечать в ресторане, то нужно это делать было вчера. Потому что 28 декабря это самый канун вообще, блин, Нового года. Ну, не канун, конечно, ну как это называется. В общем, совсем мало времени остаётся до Нового года. И понятное дело, что у всех корпоративы, ещё какая фигня. Вот, поэтому мне нужно об этом, конечно, всегда думать заранее. Так вот, я хочу накраситься для того, чтобы, возможно, сегодня снять летсплей. А если не снять летсплей, то как минимум снять для вас какую-то часть влога. Может быть, разбирать вещи, там, погладить. Всё это сделать на влог, потому что люди иногда переживают. Когда же я пропадаю? Что же там, ну, не так? Я, бывает, периодически рассказываю вам, чем я пользуюсь. Там, макияж, не макияж, чем мне изменилось. В общем, у меня была проблема. Я не знала, какой крем, какой крем мне для лица взять. Что же такого хорошего, чтобы у меня было? У меня был очень дорогой, крутой крем от La Mer. Но он стоит, я не знаю, тысяч тридцать. И, честно, меня опять задушила жаба. Я каждый раз говорю, да какого чёрта меня душит эта жаба постоянно? То есть, есть вещи, на которые я не жалею денег. Мы иногда в магазине можем оставлять просто сумасшедшие суммы. Но купить один крем, который прослужит мне, ну, достаточно долго, я думаю, конечно, не полгода, но нормально так. Меня душит жаба. И так очень часто. Я очень часто жалею денег на себя, на какие-то штучки для себя. Я думаю, что это неправильно. Просто у меня всегда в голове есть такое, знаете, типа, ой, ну да, конечно, хороший крем. Но, господи, что я не проживу без крема за 30 тысяч? Можно взять что-то подешевле, тоже будет хорошо. Короче говоря, зажадилась я. Но я пришла и купила вот такой вот крем от Clorans. Я им пользуюсь уже дня 4, наверное, утро-вечер. Когда я пришла в магазин, покупала я в Литуале, Ревгош, в Ревгош, по-моему, что-то такое у нас в торговом центре. Вот. Я говорю то, что мне нужен крем, чтобы прям супер увлажнение, питание было. Потому что у меня ужасно сухая кожа. Сейчас просто трэш. Конечно, несмотря на то, что я постоянно пью какие-то витамины, витамин D пью, там, омегу. Ну, короче, какие-то такие, знаете, базовые. Не знаю, правда, становится ли что-то лучше от них или нет. Но какого-то хрена все равно сухая кожа. Но это, наверное, что-то другое надо для этого. Не знаю. Может, просто это такое, знаете, как осень. Ну, сейчас что уже, блин, зима после завтра, там, или когда? 1 декабря совсем чуть-чуть осталось. Еще 2 дня и зима все. Понятное дело, что кожа сохнет, потому что на улице холодно. Дома работают обогреватели. И все это наверняка как-то, ну, сушит кожу тоже. Да и, в принципе, погода. Тут-ды-сю-ды. Поэтому, конечно, мне это жутко надоело, вот это сушение. Также мне посоветовали вот такой вот кремик под глаза, вокруг глаз. Это типа не крем, а, короче, маска. Вот, я очень, на самом деле, долго стояла в магазине. Слава замучился тоже меня ждать, потому что мне хотелось реально, раз уж я решила потратить на себя деньги, то есть я была готова купить там крем за 10 тысяч, например. Ну, не за 30, но за 10. Хороший крем. Я знаю, что есть офигенные крема за такие бешеные деньги. Вот, хотя у меня есть крема намного дешевле. Тоже ничего, но не сравнится, конечно, с кремами подороже. Не потому что они стоят дороже, а потому что все-таки реально эффект круче. И стояла я безумно долго в этом магазине, потому что мне хотелось, чтобы мне прям хорошо все порекомендовали. А мне консультант, к которой я обратилась, она какого-то фига советовала, в основном только Клоранс. Я думаю, может быть, ее просто приставили к этому бренду и сказали ей так, у тебя задача просто продать как можно больше продуктов от этого бренда, другое ничего не предлагай. Она предлагала другое, но так, знаете, описывала, что, типа, ну, это вообще не то. Ну, типа, это вообще такое, но, 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 Клоранс. И мне это как-то не понравилось, меня это как-то смутило. Я подумала, что, ну, и мне хочется, чтобы она была объективной, понимаете, а не просто втюхать мне то, что ей надо продать. Короче, мне это не понравилось. И я поэтому очень долго с ней стояла, выясняла отношения. А точнее, конечно, не отношения я с ней выясняла, а просто говорила, что, ну, вот вы уверены, то, что вот этот хороший, может быть, есть что-то, ну, получше, даже если подороже. Ну, типа, ничего страшного. Просто скажите мне, что хорошее, реально. Она мне все это наносила на руки, конечно же, чтобы я почувствовала какой-то результат. И, ну да, результат хороший, все понятно. Ну, короче, я так устала там стоять, болтать. Она мне все описывала, рассказала, насколько это шикарные крема. Я все-таки решила ей поверить, и, в принципе, не зря, потому что кожа действительно очень такая увлажненная, приятная, мягкая, достаточно долгая. Я им пользуюсь утром-вечером. Эту хреновину под глаза, вокруг глаз, точнее, тоже наношу утром-вечером. И если, например, вы проснулись, отекли, то можно толстый слой нанести и потом как бы аккуратно снять салфеточкой какой-нибудь. Но я не снимаю. Она мне... И я говорю, что мне нужен именно крем. Мне не надо вот маски какие-то, которые снимают. Мне надо просто намазать и пошел. Она говорит, да-да-да, вы можете его не снимать. Ну, короче, зачем ты запутала меня, что это надо снимать? Я говорю, так это надо снимать, не надо. Короче, вывесила меня прям. Еще столько времени я там провела. И когда мы вышли из магазина, мы такие просто... У меня все увлажнялки вот такие, типа помадки от CarMax. Ну, я думаю, что вы их знаете. У меня их полно. Есть даже закрытые такие, знаете, чтобы всегда было. Есть в других каких-то тюбиках. Не такие, типа жидкие, а как помадка выдвигается. Хорошие. Тональный крем у меня всегда вот такой. Ну, как всегда. Последние достаточно много лет я пользуюсь только этим. От Clinique. Он мне очень нравится. Мне подходит. Мне кажется, по тону. И, в принципе, по качеству, по консистенции, не знаю, по какой-то структуре своей тоже мне очень нравится. Вот. У меня такой оттеночек VN01. По-моему, это самый светлый. Вот так выглядит упаковка от него. И это не просто какая-то старая коробочка у меня. Это новый дополнительный тональник, который я купила не то чтобы давно. Так, нормально. У него еще целый год годности, поэтому можно не париться. Кстати, у меня есть вот такая штучка от Мака, я ей не пользуюсь. Корректор. Он немножко испачканный. Такая вот помадка рисовать контур. Жидкий вот этот. Не знаю. Как-то все равно, как будто это не мое. Я в основном обычно пользуюсь сухими этими корректорами. В общем, я нанесла крем, и потом я наношу тоналку. Но, если честно, мне не хватает какого-то еще средства между тоналкой и кремом. То есть, хочется какого-то... Ну, какой-то базы. Хотя вот этот, типа, тоже как база хорошая. Но что-то такое... Как будто что-то еще надо, знаете. Вот не знаю, что. Поэтому, может быть, вы тоже посоветуете мне в комментариях что-то. Какую-то хорошую базу. Раньше у меня была вот такая. И сейчас есть, в принципе. Но я ее сейчас не пользуюсь, потому что она у меня достаточно давно. Там чуть-чуть, и я не уверена, что она вообще хорошо себя чувствует. Нет, чувствует она себя еще нормально до 23-го года, до мая. Но что-то мне не хочется. Хочется тогда что-то, может быть, еще попробовать. Не знаю. Вот такими точками я наношу тональник. Потом все это растираю кисточкой. Он достаточно неплотный. Мне он нравится. Я знаю, есть тональные крема намного плотнее. Просто нереально плотные. Даже тот, что был у меня на свадьбе, на лице, это просто был трэш. Если честно. Тональник тот был очень... Ну, как камень, я не знаю. Просто этот такой легкий, реально, на каждый день. И я понимаю, что, конечно, для свадьбы, для такого мероприятия нужно что-то помощнее, чем мой вот этот тональник. Потому что он такой на каждый день. Он достаточно легко может... Ну, просто... Вот даже видите, все равно остаются следы. То есть он как бы мне больше для тона. Потому что конкретные прыщички какие-то я уже отдельно как-то обрабатываю. Так вот, тональник, который был у меня на свадьбе, это был просто трэш. В том плане, что когда мне показалось, что у меня смазался какой-то кусочек, там типа прыщ стал больше видно, я использовала свой корректор. Вот так вот точечно чуть-чуть сделала, пальчиком подделала. И у меня там просто осталась дырка. Дырка в том плане, что вот этот тональник, который был у меня, он, видимо, отпечатался. А он был такой, знаете, уже можно было, наверное, снять как корочку лицо. Но на лице это так не ощущалось. Но просто был такой тон мощный. Конечно, я такое абсолютно не люблю. Несмотря на то, что, вы знаете, я всегда накрашенная, всегда такая при параде. Люблю быть накрашенной. Даже когда мы едем там, не знаю, на дачу, и никто меня там не увидит, кроме там родственников, понятное дело. Я все равно люблю быть накрашенной. Просто потому что мне это нравится. Мне нравится, когда я такая все красивая, нарядная. Но, если честно, я вообще, в принципе, не особо фанат краситься. В том плане, что, конечно, я люблю, когда у меня чистая кожа, когда на ней ничего не намазано. Я думаю, что по ощущениям это нравится всем. Корректор у меня от Makeup Forever. Я рассказывала уже неоднократно тоже. И я его очень люблю. Он у меня в оттенке 22. Но до этого он у меня был в оттенке 20. И они отличаются не тоном. То есть не то, что один темнее, один светлее. Хотя это может быть тоже. Но я чувствую ощущения только такие. Этот более желтый, а тот более типа персиковый. То есть тот более в розовинку, а этот более в оливку какую-то отдает, например. Но и то. Это я так свои какие-то ощущения. Может быть, это неправда. Кто-то может меня поправить. Но я так вот ощутила. Потому что у меня был и 20, и 22. И обычно я брала себе 20. Но так уж вышло, что 20 часто не было. И особенно сейчас, когда все бежали, раскупали, покупали. Вдруг что-то не будет. Так же, как я делала. Тоже, разумеется. Потому что косметика это достаточно такое. Дело тонкое. Важное. И не было моего оттенка. Поэтому мне пришлось взять 22. Он тоже, в принципе, хороший. Я думаю, что он, может быть, даже мне больше подходит. Потому что он именно более желтый. Вот. Они оба светлые. И брови я красить, наверное, не буду. Хотя, не знаю. Я люблю, конечно, накрашенные урои тоже. Но надо было мне сначала брови накрасить. Потом корректором пользоваться. Я допустила. Маленькая ошибка. В принципе, у меня кожа хорошо сейчас выглядит. Я думаю, вы видели без макияжа. Что все, в принципе, в целом хорошо. Помимо вот этой части. Которая, ну, частенько бывает. Вот так вот меня подставляет. Но достаточно быстро проходит. Так что, ничего страшного. Корректор этот хороший. Я ему уже давно пользуюсь. Ну, понятное дело, что он у меня быстро кончается. Я его очень люблю. Иногда вообще крашусь только чисто корректором. Даже без тоналки. Просто так вот точки на лице наставила. Что-то разнесла, помазала. А потом уже там, где конкретно прыщики, там уже побольше, конечно, прорабатываю. Он, знаете, такой поплотнее идет, мне кажется, чем тональник. Но это и хорошо. В этом и смысл. Мне нужно, чтобы он закрывал мои какие-то неровности. Какие-то прыщички. С которыми не может справиться, например, тоналка. Как я смотрю, сейчас Алена погребняк. И она там, бывает, приходит в салоны красоты. И там, ну, визажисты, они, может, не очень хорошо русские знают. Вот еще что-то, не тоналка, называют тональка. И я это просто обожаю. Теперь, так что тональка, это, конечно, тема, девочки. Конечно, на шею тоже нужно наносить. Но, честно, я это не так часто делаю. Почему? Потому что у меня есть страх испачкать одежду. Но дело даже не в этом, а в том, что иногда я просто не вижу в этом смысла. Типа, одно дело там на фото, я это все могу скорректировать. Просто в жизни. Ну, тоже, честно, пофиг. Ну, вот, когда идешь на мероприятие, то, наверное, да, надо как-то вырядиться. Слава ходил за кофе и взял шаурмейн в новом каком-то магазинчике, рестопранчике. Он мне предложил взять шаурму, когда он мне написал. Я сказала, нет, не бери, потому что в прошлый раз какая-то невкусная она была. Что-то там поменялся шеф-повар. Не знаю, в общем, было не круто. Вот, а он зашел сейчас в другом месте, взял. Поэтому попробуем, не знаю, вкусный или нет. Но выглядит так себе. Хованский бы сказал не очень, наверное, да? Слишком какая-то она вылизанная, что ли. Слишком ровная. Я, в принципе, не то что фанат шаурмы. Ну, вкусная, прикольная. Но самое главное, без соленого огурца. Потому что он прям что-то вообще там портит все. Я такого не люблю. Ну, подапку ничего. Под вкусом вроде ничего. Уловаш твердоват. Может, много раз завернули просто? Ну, он сам цвет твердый. По нему видно, что он жестковатый. Не свежий? Не свежий, типа, или что? Ну, возможно, он только размороженный какой-то. Ну, да, возможно. Просто есть лаваш хороший такой, знаете, армянский. Вот он так бывает, называется в магазинах армянский лаваш. Хороший армянский, так он называется. Хороший армянский. А есть другой. И вот другой никогда не беру. Потому что есть его вот даже, когда мы там в сырчанах часто ели, любили. Ну, вообще невозможно. Просто как будто бы ты ешь, не знаю, картонку какую-то тонкую. Ну, короче, фу. А вот армянский, он бывает такой офигенный. Вот здесь, я думаю, не армянский совершенно. Хотя выглядит, типа, тоже тонко. Но, мне кажется, это не он. Поэтому жесткий. Армянский обычно он тоньше. И узоры на нем другие. Как ковер. Скажу честно, по вкусу нравится. Не то, чтобы прям вообще, но это вкуснее, чем у тех ребят. Он более сочный, свежий, что несмотря на твердый хлеб. Ну, не твердый, а просто такой вот. Была бы еще большая легкость от этого вкуса, если бы хлеб был не такой резиновый. А еще до половины не дошел, у меня уже челюб болит жевать. Ну да. Прям как будто размотать немножко и все. Он еще так жестко приклеился вообще. Как будто он до сих пор остается замороженным. Но мне нравится по вкусу. То есть нету, знаешь, бывает в шаурме есть какие-то кусочки, знаешь, как будто подгорелой курицы. Или я даже не знаю что, которые тяжело как-то жуются. Какой-то привкус, я не знаю, горчинки даже какой-то добавляют. В общем, непонятно. Тут прям такая легкость приятная, прям такой соус хороший, неострый. Курочка такая без всяких там кожурок. Предложил заполнить, типа, ну, я тут, ну, 6 там заказываешь этих и 7 бесплатно. Акция. Я говорю, ну ладно, поучаствую в акции. Ты как всегда на заправке всегда вот эти штуки, знаете, трасса заправка. Слава, каждый раз, когда заканчиваются вот эти вот жетончики на бесплатный кофе, он говорит, я не буду брать, нафиг. Ну, типа, реально зачем оно мне, не надо. И каждый раз его уговаривают, ну, пожалуйста, на прибавку премии, там зарплату умоляю, нам кушать нечего, возьми. Ну ладно. И сюда вперед. Ну и что, ты запомнил? Просто я добродушный, Зай. Ты добряга. А он говорит, как вас зовут? Я говорю, Вячеслав. Он говорит, как, Вячеслав? Вечеслав. Я говорю, Вячеслав, через Я. Вечеслав. И мне, через Я, Вячеслав. Он не знал, какие-нибудь фишки снимают. Да. Ну, бывает. Вкусно, но я больше не хочу, наверное. Спасибо, Ганя. Так, на чем мы там с вами остановились? Я же не докрасилась. Теперь мой любимый напиток. Это черный чай с лимоном. Самое забавное, что я такой чай обычно пью только, когда болею. Вот. А болею я редко, слава богу. Ту-ту-тфу. Не знаю, куда еще постучать. Ну, короче. И как-то я всегда, знаете, к чаю с лимоном относилась так, что, типа, ну, это чисто вот когда болеешь. Я в прошлом влоге вам рассказывала о том, что я как-то разлюбила зеленый чай. Не знаю, просто как-то он мне надоел, потому что я его постоянно пью уже на протяжении... Я не знаю, какого времени, а вообще-то я всю жизнь всегда пила черный чай. И тут вдруг я с чего-то, с того ни с сего начала любить только зеленый. Мне там, как обычно, что-то приписывают, что у меня изменились вкусовые какие-то привычки и еще что-то, потому что почему-то, да? Но на самом деле я всю жизнь любила черный чай. Ну, точнее, как и пила его всегда, но в какой-то момент просто начала пить зеленый. И мне как-то прикольно стало. А теперь мне не прикольно. Теперь он мне надоел, этот зеленый чай. И какой-то он для меня слишком, слишком, не знаю, насыщенный, что ли. А хочется чего-то такого простого, но с изюминкой. Я вот что-то дошла до того, что чай с лимоном это просто огонь. Я все-таки решила подкрасить брови, потому что мне кажется, что когда накрашены брови, все равно лицо выглядит более каким-то, не знаю, законченным. В моих идеальных представлениях мои брови должны быть вот такие. И подтянуты нависшие бека. Да? Но не сегодня, как говорится. И я думаю, что когда я сделаю себе перманент, может быть, это будет уже после Нового года, потому что не знаю, честно, как сейчас успеть. Мне даже педикюр я не знаю, когда сделать. Ну, наверное, я, конечно, на это найду время, но, в общем, это я просто к тому, что это ж надо успеть что-то, это ж надо найти студию, поехать туда, там что-то записаться, дождаться своей записи. Я уверена, что сейчас везде полный аврал или как это называется. Всем все надо перед Новым годом, выглядит шикарно на Новый год и так далее. Вот, потом я еще думаю, подождите, там же когда брови делают, по-моему, еще какое-то время у вас могут быть какие-то корочки отпадать с лица еще. Ну, не с лица, понятно, да, а кожи там, где нарисовали брови. Я думаю, так, подожди, это мне тоже на Новый год нафиг не надо. Ну, короче, есть все-таки у меня мисли, что, возможно, я на это решусь попозже, хотя не факт, не знаю. Из-за того, что я смотрю в последнее время Алену Погребняк, очень мне стало интересно смотреть, я даже не знаю вообще, в какой момент я начала любить смотреть вот эти все трэш-обзоры. Точнее, я знаю, и началось все с того, что я увидела у кого-то сториз с видео Насте Молотовой. Там был какой-то трэш-обзор сумасшедший с полицией, с какой-то неадекватной бабищей. Вот, я у кого-то увидела ссылку на это видео, перешла, посмотрела, охренела и начала смотреть все видео Насте Молотовой. Я их, конечно же, и сегодня тоже по сей день смотрю, когда они выходят. Но просто в какой-то момент я начала смотреть Настю Молотову, я посмотрела почти все, ну, мне кажется, все ее видео. То есть я прям листала сам вниз и оттуда вот наверх смотрела. Вот, посмотрела все ее видео и в какой-то момент они для меня закончились, потому что я просто все посмотрела в одно время. Ну, то есть могла там не знаю сколько видео в день посмотреть. И потом, в какой-то момент я начала смотреть Алену по гребнях, я уже рассказывала, что мне сначала не сильно заходило как-то, и подача ее, и все как-то, ну, не заходило, а потом так зашло, что я могу сказать, что это, ну, знаете, это так странно, я реально ни за кем никогда не слежу, мне вообще пофиг на всех, на блогеров, все что-то, а тут мне реально этот человек стал таким интересным, таким близким, как будто бы, я смотрела ее не только видео про салоны, но и где она отдыхает, там, на Мальдивах, еще что-то, то есть какие-то влоги, хотя, казалось бы, незнакомый мне человек, да, но так же, как и вы смотрите мои, например, видео, и думаете, блин, вообще не знаю эту девочку по сути жизни, да, но так уже давно ее вроде как и знаю, и все, близкий человек, ну, короче, это, конечно, необычное чувство, и я, в принципе, это испытываю. Брови очень разные, не знаю, как с этим справиться, как с этим жить, они похожи друг на друга, только если вот так вот натянуть их, шесть, а так вообще. Так вот, и от того, что я начала смотреть Алену Погребняк, так активно, столько видео смотрю ее постоянно, и вообще она мне так понравилась, такая смешная, классная, юмор мне ее понравился, ну, как-то вообще прям прикольная девчонка, мне понравилась, короче, вот. Я постоянно теперь тоже думаю, блин, может мне тоже попробовать как-нибудь прийти в салон, чтобы мне сделали макияж. Ну, блин, во-первых, у меня ресницы нарощены, не знаю, насколько это будет прикольно все, во-вторых, я, если честно, жутко боюсь, прям жутко вообще боюсь, я не знаю, как девочки так не боятся. Понятное дело, что, как бы, первые разы, наверное, ну, больше боишься, но в любом случае всегда может произойти что угодно, могут вызвать полицию, еще какая-нибудь фигня, ну, как бы, жесть. Можно, конечно, слинять до этой ситуации, да, до того, как что-то там вызовут полицию, да, и, в принципе, чего мне бояться полицию, да, если ты не нарушаешь закон, то вообще должно быть пофиг, кто что-то там думает. И не страшно, даже если вызовут полицию, это единственное, что меня так как-то, не знаю, подталкивает в сторону того, чтобы все-таки попробовать хоть разочек, не знаю, сходить на такой вот обзорчик. Вот такие вот у меня разные брови получились, но по-другому у меня не получается. Я каждый раз смотрю, думаю, так, где бы чего такого добавить, чтобы было, чтобы стало, да, похоже больше, но это реально сложно, потому что, потому что просто они разные. В общем, ладно, оставим пока так, потому что я еще не раз могу вернуться и к корректору, еще к чему-то. Я недавно приобрела вот такую палеточку от Smashbox, у меня еще ни разу такой не было, дело все в том, что я вообще всегда пользовалась, ну, последние года, я не знаю, сколько, вот такой штучкой от MAC, это, ну, для контура, понятное дело, и оттенок тут достаточно такой приятный, то есть он такой нежный-коричневый, что-то между серо-коричневым, ну, в общем, такой приятный натуральный оттенок, не супер-коричневый, знаете, как вот эти бронзаторы, ужасные, и у меня даже когда-то были такие, и поскольку я знаю, что MAC как бы от нас ушли, я думаю, ну, все, надо что-то искать, ну, наверняка найдется замена, я думаю, ля-ля-ля, ну, конечно, грустно, но ничего, найдется. Я нашла вот такую штучку от Smashbox, вот так здесь выглядят оттенки, мне они очень понравились, потому что, посмотрите, в принципе, это практически то же самое, что у меня было. Но можете обратить внимание, что это практически то же самое, что у меня было, то есть вот этот, вот этот самый крайний, да, он более серый, чем мой вот этот, но тут есть еще коричневый, и если их немножко оба смешать, то получится вообще идеально, то получится вообще супер, плюс тут еще есть типа хайлайтер, но он вообще не блестит, то есть это больше как пудра, как высветление, то есть тоже очень достаточно классная, если честно, штука, потому что вместо нее я обычно использую корректор, чтобы где-то высохли, где я переборщила, еще что-то, на самом деле штука оказалась очень классная, я ей уже попользовалась, и могу сказать, что прям понравилось. Сейчас я использую только один оттенок, который серый, под каждый тип лица есть своя какая-то коррекция, я даже не знаю, честно, чем я руководствуюсь, когда делаю себе коррекцию, потому что я затемняю и тут, и тут, и тут, и тут, и тут, и тут, но на самом деле есть вероятность того, что где-то мне абсолютно вообще не надо затемнять, или нужно затемнять где-то в другом месте, потому что у всех разное лицо, овал лица, да, у кого-то более острое лицо, у кого-то более квадратное, у кого-то более круглое, у кого-то овальное, поэтому это тоже момент, который нужно учитывать для того, чтобы все получилось супер-пупер. А по поводу косметики MAC, кстати, я хотела вам что сказать, что оказывается, ее можно купить в золотом яблоке, мне об этом написали подписчики, и еще мне написала Анфиса Ибадова, что в ЦУМе есть целый корнер MAC, они там сидят, там отлично себя чувствуют, и можно прийти туда и купить себе, что тебе надо, что ты любишь, не ломать голову, чем же теперь тебе малевать свое лицо. Я об этом не знала, что они, оказывается, есть. На самом деле удивительно, как так можно уходить? Ты уходишь, но где-то остаешься, странно. Это, конечно, для меня плюс тоже, потому что я, в принципе, люблю косметику MAC, у меня там много чего от них было, и что-то есть, но все равно как-то странно. У меня очень светлая шея, в отличие от лица получается, но, как я и говорила, я обычно не люблю это делать, тем более, я сегодня только в душ сходила, ну, как бы шею мыть, это такой геморр, это лучше делать, когда ты идешь в душ, а я только как бы все помыла, и мне было бы проще просто уже смыть макияж с лица вечером, ну, как бы, видимо, придется помыться снова. Ой, какая большая беда. Возьму светлый оттенок, он достаточно реально, ну, видите, как сильно осветляет, но мне такое сильное, конечно, поможете, не надо. Ну, по сути, он еще идет как пудра, но вообще, на самом деле, классная штука, я сначала не очень сильно просекла эту фишку, когда я была в магазине, говорю, то, что вот, хочу вот это туда-сюда, но мне вот столько цветов не надо, мне нужен один нужный оттенок, и все, говорят, ну, как бы можно посмотреть такие бренды, такие, но потом мне показали вот этот, и сказали, что, в принципе, классная вещь, потому что тут есть еще такой светленький, который хорошо помогает высветлить какие-то зоны. Ну, в принципе, я подумала, ладно, я не буду бракаться, возьму, попробую, и в итоге вот этот белый оттенок тоже оказался достаточно классным, действенным. Ну, как-то так получилось, потом я еще точечно замажу какие-то покраснения, которые даже после корректора не хотят замазаться, уродцы такие, но я думаю, они скоро пройдут совсем, и можно будет уже как-то поспокойнее жить. У меня также от MAC есть очень любимая штучка, вообще это тени на глаза, вот это тени под глаза, вот в таком оттеночке обалденные, но я их использую не как тени под глаза, хотя и как тени тоже бывают, я использую как, типа, скульптор-корректор для носа, но также бывает, я и вот в эти вот складочки, да, века тоже наношу, чтобы сделать такую естественную тень, и заодно убрать какие-то вот эти вот излишки, и зачем открывать, у меня здесь выпало стеклышко давным-давно, вот так вот делаю, чтобы убрать какие-то излишки тональки, тональки, которые сюда забились, и заодно делаю такую как бы естественную тенюшку, может быть, чтобы меньше было ощущение, что у меня нависает века, а оно у меня реально нависает, и этим оттенком я люблю себе корректировать нос, то есть он более серый, нежели чем-то, чем я рисую скулы, без намека на какие-то загорелые моменты, раньше я корректировала нос тем же самым, чем рисовала себе скулы, и скажу честно, мне не нравилось, потому что нос всегда выглядел каким-то коричневым, как будто бы мне его приклеили, а вот с этой штукой выглядит намного лучше, есть еще какие-то фишки, я не помню, где-то видела, что если вот под глаза куда-то уводишь, то это один эффект носа, то ли он сужается, то ли еще что-то, если в бровь, то это другое, то есть видимо если в бровь, то наверное он удлиняется, а если под глаз, то может быть, я не знаю, но я так никогда не делала, потому что я как-то попробовала и не увидела никакой разницы, и вообще не поняла, что я сделала, я всегда вот так наношу коррекцию на нос, обязательно делаю себе такую светлую пимпочку, которую потом еще высветляю, худю, потому что у меня нос немножко загибается вниз сам по себе, по природе, такой я, конечно, сейчас вообще клоун какой-то, прибиваю вот так вот остатками тона, которые есть на моем спонже, потом бывает я еще пальцами немножко дорастираю, застираю, потому что бывает, что я на мазюку и на одном освещении выглядит по одному, а потом подхожу к какому-то другому, у меня просто такая серая полоска, я такая, блин, просто чертеж, и такое очень часто я замечаю даже на камере влоговой, когда я снимаю влог. Вот такой нос у нас получился, мы еще добавим, когда хайлайтер, будет вообще незаконченная картина. Еще немножко на губы, губы у меня тоже сохнут, еще есть у меня такая штучка от MAC, но, блин, я думаю, что мне лучше вообще ее выкинуть, потому что я не помню, какой там у нее срок, и так далее, и так далее, а все-таки вот этим я прям часто пользуюсь и меняю периодически, а вот этим я очень редко пользовалась, я даже не помню, когда в последний раз пользовалась, но пока еще зачем-то храню. Корректор тоже замазывает прыщички, в принципе, хорошая такая штука, я думаю, что когда я доберусь до MAC, а вообще планирую добраться туда завтра, потому что, во-первых, я буду в центре, как раз опять я буду в центре, это просто угар, опять будет там, где Красная площадь, потому что опять я иду по делам, вот, и заодно я могу зайти в Золотое Яблоко, потому что оно там недалеко, что я и хочу сделать. Во-первых, у меня закончились кое-какие любимые продукты от Виши, сыворотка вообще закончилась, я просто обожаю жить без нее, не могу, и помимо того, что я купила себе кремчики, я хочу еще сыворотку купить, конечно, я могу купить сыворотку в любой аптеке, но я подумала, что раз я завтра все равно поеду, вот, лучше уже там все возьму, что лишний раз куда-то заходить, тем более я дома вообще весь день была сегодня. Румяна у меня от Estee Lauder, обалденские румяна, я их очень сильно люблю, Pure Color Any, я как обычно, но, извиняйте, дядьку, не знаю, надеюсь, вам видно, что там по оттенкам и так далее, просто обалденные румяна, я их очень сильно люблю, тут еще есть кисточка к этим румянам, но я ее ни разу не открывала, вот такой вот оттенок, такой очень аккуратный, знаете, не яркий, какой-то розовый, не красный, не оранжевый, то есть что-то среднее между оранжевым, розовым, то есть такой прям аккуратный-аккуратный, наносится он достаточно хорошо, пигмент у него достаточно хороший, поэтому я его аккуратно наношу на вот эти вот самые яблочки, остатки там на веко можно, еще что-то, все такое прям приятное, и чем больше вы возьмете продукта, тем больше он и останется на лице, конечно же. Я все равно как будто бывает иногда перебарщиваю, вот на эту часть не люблю, когда заходят, а потом всегда обязательно еще вот так вот прохожу. У меня хайлайтер от Dior, у меня есть и другие, и от Becca у меня есть хайлайтер, хотя он такой, он был такой тоже, я помню, совсем не дешевенький, но он такой прям золотой, и мне кажется, мне такое не очень, хотя он очень классный тоже, в принципе, даже не сильно-то уступает Dior, поэтому я им даже попробую сегодня накраситься и посмотрим, как, вообще, что. Но все равно он больше золотой, то есть я не знаю, мне всегда хочется, чтобы было что-то более спокойное такое, а этот прям такой золотой, у них там была какая-то лимитированная, по-моему, коллекция, если не ошибаюсь, ну, может, не лимитированная, но такой прям он не постоянно был в продаже. В целом, конечно, ничего, но не знаю. А вот от Dior у меня в оттеночке, во втором оттенке Pink Glow. Я хотела первый оттенок, но он закончился, его нигде не было, поэтому мне пришлось взять такой, чем я, в принципе, не расстроена, потому что он тоже обалденный, классный, ну, видите, как я его хорошенько пользую. Он реально очень классный. Он такой прям дает супер натуральное свечение, без всяких каких-то огромных вот этих блесток жестких. Как вы знаете, не так давно я покупала еще вот такой хайлайтер, ему я вообще не пользуюсь, если честно, потому что это просто вырви глаз. Тут еще как раз глаз нарисован, но это просто какое-то сумасшествие. Он просто слишком уж блестящий, и это выглядит так, как будто бы мне лет 10. Я не знаю, видно вам или нет, но это просто трэш. Вот, поэтому самый лучший хайлайтер, который у меня... Ну, нет, самый лучший хайлайтер, который был в моей жизни, это хайлайтер коллаборация Inglot и Дженнифер Лопес. Это был самый лучший хайлайтер вообще за всю мою жизнь, самый топовый, я не знаю вообще, такого хайлайтера больше никогда не встречала. Он был с таким спонжиком. У Карины тоже, кстати, такое было. Тогда у нас было сотрудничество как раз с Inglot, коллаборация такая была. Здесь нужно было сделать макияж, что-то там косметикой. Вот как раз Inglot коллаборация с Дженнифер Лопес. И у Карины у меня был одинаковый проект. Я помню, что мы обе просто обалдевали от этого хайлайтера. Какой же он шикарный. Но, к сожалению, коллаборация была и прошла. И такой хайлайтер уже не купить. Я приходила как-то в Inglot, потом спрашивала, что-то такое есть. Но что-то такого уже не было. Было что-то другое, но не такое. Я не рискнула попробовать что-то другое. Вот такая вот я. Так что вот такая грусть. Самая моя любимая штучка для закрепления бровей от Givenchy. Но она, конечно, вообще выглядит ужасно. Потому что я ее использую после того, как уже накрасила брови. И тут, ну, она вообще прозрачная, чисто белая прозрачная должна быть. Но здесь просто куски, ну, все смешалось. Она стала такой какой-то очень тухлой жидкостью, как будто бы, да. Хотя она, ну, свежая, нормальная. Из-за того, что я туда постоянно сую кисточку после теней, ну, ясен фиг, что все окрашивается. Вот даже вам пример два абсолютно одинаковых продукта. Вот этот закрытый новый, а вот этот, которым я пользуюсь сейчас. Это Vivienne Sabo. В принципе, неплохой фиксатор для бровей. Он не суперсильный. То есть, если говорить про Givenchy, он прям максимально жесткий. То есть, такой, что бровь потом, мне кажется, молотком только сдвинешь. Ну, реально очень крутой в этом плане. Мне нравится. Но в какой-то момент я подумала, блин, у меня такая сильная фиксация, в принципе, не нужна. Я не помню, сколько он там стоит. Ну, типа, тысячу точно рублей, по-моему, он стоит, этот фиксатор. И как-то я наткнулась на какой-то вот такой. Видите, я опять почему-то, я так люблю экономить на себе. Это какое-то странное, не знаю, может, мне надо пойти провериться, ну, типа, какого хрена. Потому что бывает, я трачу такие бешеные деньги на что-то, да. Но, не знаю, на что-то для дома, какие-то такие штуки. Но купить нормальный фиксатор мне жалко. Ну, короче, я все думаю, да, блин, есть что-то попроще, и так сойдет. Вот. Короче, я в целом неприхотливый, на самом деле, человек. Конечно, я люблю дорогие какие-то вещи качественные, но это тоже, на самом деле, хорошая штука. Она не так сильно закрепляет брови, но мне этого вполне хватает на каждый день. И стоит она, блин, 200 рублей. Просто, знаете, есть такие вещи незаменимые. То есть, например, тональник я не куплю себе другой, какой-нибудь дешевый за, там, не знаю, 30 рублей. То есть, я его обязательно возьму дорогой. Я не знаю, сколько там этот тональник стоит. Корректор я обязательно возьму тот, который я люблю. То есть, есть продукты, на которых я не готова экономить. Ну, я вам уже сказала, да, на чем. Например, даже вот эти вот хайлайтеры от Dior, там, Beko, они стоили, ну, хороших таких денег, конечно. И на этом я не готова экономить. Потому что тут прям супер качество, очень большую роль играет. В общем, вы поняли, что я говорю. А есть такие вещи, ну, типа мелочь какая-то. Фиксатор для бровей, ну, для меня это, если честно, мелочь. Поэтому я, как бы, к этому так и отношусь, без всякого, там, что с ума сойти. Хотя, на самом деле, фиксатора надолго хватает. И можно было бы не жабиться так. Иногда я вообще, бывает, покупаю какие-то дорогие вещи и им не пользуюсь. Я не помню, сколько вот этот корректор от MAC стоил. Вот эта вот рисовалка. Я не помню, сколько она стоила. Но я и попользовалась раза два. Ну, тоже такое себе дело. Обязательно я использую гель для бровей. Даже не для того, чтобы их зафиксировать, а для того, чтобы разъединить как будто бы волоски. И сделать более такой натуральный эффект. А не такой, что я их просто тупо накрасила, знаете, каким-то карандашом вплотную. Так, типа такой татуаж из 2000-х. Или там каких, я не знаю. У меня был такой татуаж тоже какое-то время. Я его потом сводила. Вот, то есть, как бы, такое не хочу. Мне больше все-таки нравится натуральность, естественность. Не всегда у меня это получается. Но все равно хочется, чтобы бровь выглядела наполненной такой, густой, классной. В какой-то степени, может быть, яркой. Не знаю, одинаковый. То, чего никогда не получается. Ну, ладно. Вот. Но при этом всегда хочется, чтобы это выглядело, ну, максимально, насколько это возможно сделать натурально. Ну, я думаю, что видно, что я все-таки разъединила волоски. Как-то им придала какую-то структуру, фактуру, да. И стала как-то поинтереснее, мне кажется. Это не все новости из мира моды. Из мира бьюти и моды. Немного опущу камеру. Мне кажется, теперь, когда я сняла полотенце, сразу я стала где-то внизу. Полотенце занимало огромное количество места. Так вот, вы знаете, что у меня есть Dyson. И также вы знаете, что у меня для него есть насадки, но для коротких волос. А у меня, как можете заметить, длинные достаточно. Год назад для меня это не было проблемой, потому что у меня еще были не такие длинные волосы. И результатом я была довольна. Но сейчас уже и последние даже не знаю сколько месяцев, когда я пробовала пользоваться Dyson, результат был такой, как будто бы вообще на что я потратила там, не знаю, час. Короче говоря, ныла я ныла. По поводу того, что мне не хватает длинных насадок для длинных волос моих. И, конечно, для меня это был такой момент, типа, ну, не суждено, наверное, потому что, ну, вы знаете, из России Dyson вроде как ушел. Ну, нет, ну как ушел? Ну, типа да, но типа нет. То есть найти можно, но это будет сильно дороже, еще что-то, ну, и как бы непонятно. Так, в общем, Слава смог найти и заказать мне вот такие две насадки. Ну, в одну сторону и в другую, понятное дело. Хотя, на самом деле, я всегда пользовалась вот такой насадкой. Ну, то есть, посмотрите, какая разница вообще в длинных... Ну, может, не сильно, прям огромная разница, но на результат это повлияло сумасшедшим образом. Я очень этому рада, поэтому сейчас я сделаю себе укладку. Да, перед сном, да, сегодня у меня нет мероприятия, но все равно сделаю укладку, потому что, потому что если я ее не сделаю, то на сухие волосы уже нет смысла делать, а они у меня уже практически, ну, влажные такие, не сухие, конечно, но влажные. Как раз самое то, сделать укладку, потому что на супер мокрые я обычно не делаю. Если делать на супер мокрые волосы, то, наверное, я освожусь часа через пять, я не знаю. Так что буду делать волосы, запомните меня такой, я сейчас поставлю камеру на зарядку, сама включу себе какое-нибудь видео на ютубчике, и буду делать волосы. Минут сорок у меня это точно займет, к сожалению, но ничего не поделать, зато я буду красоткой. Так, ребят, я переоделась, потому что мне было жарко от того, как долго я сижусь и это делаю. Делаю я, конечно, волосы жутко долго, и я думаю, что они немножко у меня успели даже высохнуть, поэтому как будто бы не так сильно закручены. Вот эту сторону я делала во вторую очередь, и как будто больше закручены. Хотя, но все равно, видите, как бы результат не такой, что сразу огромные локоны, то есть, ну, в принципе, мне это и не нужно. Короче, прикол в том, что даже такая длинная насадка мне все равно мала, как будто бы, потому что волосы у меня действительно длиннющие. Это я еще не так давно где-то вот столько отстрила, но они, конечно, наверное, уже и отросли немножко, но в любом случае вот как-то так. Я обожаю такую укладку на Dyson, реально, даже вот от того, что они немножко распустились, они такие закрученные, как мне, может быть, хотелось. Я люблю именно то, что вот это выглядит так, не знаю, именно вот укладка, то есть уложенные волосы, как после салона красоты, потому что тупо прямые волосы я не очень люблю. Бывает, конечно, так хожу и так далее, но вот с такой укладкой, да, когда волосы немножко, ну, имеют какую-то форму, да, мне прикольно, мне прям нравится. Когда они тупо прямые, ну, как-то не очень, и сразу хочется их в пучок какой-нибудь собрать, еще что-то, так что вот так вот получилось. Хотя в прошлый раз, когда я пробовала первый раз, был результат помощнее, посильнее. Результат, наверное, был более похожий на вот это, только с двух сторон. Я их ничем не фиксирую сейчас, потому что я не хочу спать с лаком на голове, еще что-то, если бы я собиралась на мероприятие, я бы, конечно, наверное, зафиксировала. Еще на мне такая футболочка, Карина Нигай прислала мне вчера подарочек, у нее будет вебинар по теме стиля, как там, ну, короче, одежды сделать себе, красные фигуры. Вот, пригласила меня тоже посмотреть, онлайн-вебинар будет. Но когда вышло это видео, он уже прошел, я в сторис рассказывала, но просто хочу показать, что она прислала также в подарок вот такую куколку, Братс. Я прям, знаете, в детство такое окунулась, ну, конечно, не в самое глубокое детство, где у меня там была игрушка вот эта Неваляшка и куча других, конечно же, но такое уже детство, когда там, ну, в третьем классе, может быть, в школе, во втором. Я помню, как я сходила с ума по этим куклам, Братс, как они мне нравились, то, что у них такие большие губы, то, что они такие красивые, и прям просто обожала. Вот, и, конечно, я без понятия, где все эти куклы, наверное, отдались кому-то, выкинулись, ну, а у меня их было огромное количество, просто целая, я не знаю, коллекция, и я прям, знаете, такую ностальгию словила, потому что я обожала эти куклы, Братс, как и, я думаю, многие девочки моего возраста, да, с кем мы в одно время примерно росли, ну, хотя, может, и те, кто помладше, ну, понятно, они же не сразу появились, но вот как раз в моем детстве они появились, и эти куколки были намного интереснее, чем обычные куколки Барби, ну, типа, потому что они такие прям модные все, у них всегда какие-то штучки классные, кофтички, курточки были, ну, вот Слава, например, дал свой комментарий, он считает, что такие куклы, они ничему хорошему не учат, ну, то есть, из-за того, что все они такие сделанные какие-то, супер расфуфыренные, то девочку с самого детства они приучают к тому, что вот это красиво, а ты, типа, некрасивая, и стремишься к такому, он говорит, поэтому я захотела сделать себе губы, когда выросла, там, ресницы, еще что-то, я говорю, ну, не знаю, мне кажется, что не поэтому, не потому что я играла там какую-то куклу, почему тогда, когда я играла с Неваляшкой страшной, вот этой оранжевой куколкой, да, почему не хотела стать Неваляшкой какой-нибудь, ну, то есть, не знаю, понятно, что Неваляшка не такая красивая, как Братц, но мне кажется, это немножко не так работает, хотя в какой-то степени, да нет, все равно, мне кажется, это не так работает, мы же и мультики смотрим, там принцесс есть, принцессы тоже красивые, да, почему нам обязательно надо равняться именно на куклу Братц? Я в них, короче, ничего плохого не вижу, хотя, да, конечно, у них всегда такие худые талии, просто супер худые, здоровая башка, напишите в комментариях, что вы думаете, но, как по мне, так лучше равняться на что-то, что тебе кажется красивым, чем на какую-нибудь Неваляшку. И, в принципе, на этом я с вами буду прощаться, в моих планах сегодня еще снять либо летсплей, либо реакцию, которую мы никак не снимем, потому что постоянно как-то поздно про это все вспоминаю, постоянно куча каких-то других дел, но, в общем, посмотрим, сейчас не знаю, потому что Слава сейчас тоже занят, поэтому решим. Вот, в любом случае следите за моим телеграммом, за моими другими социальными сетями, все ссылки я оставила в описании, и там вы сможете узнать, когда будет что-то интересненькое такое выходить, и по реакции, которые все вы ждете. Так что спасибо большое за просмотр, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока!